Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я предлагаю вам сделать космос в банке. Такая работа порадует как детей, так и взрослых. Особенно, если делать это вместе. Вот такие баночки стоят у меня уже почти два месяца. Ими можно украшать полочки различные, просто любоваться. Думаю, как вам, так и детям будет очень интересно сделать. Для работы нам могут пригодиться любые емкости. Главное, чтобы они были прозрачные. Здесь и баночки, и бутылочки, и даже флакончик из-под духов. Но нужно удалить пульверизатор, который здесь стоял. Также нам нужна будет вата, различные красители. У многих остались краски, когда красили яйца. Можно использовать пищевые красители. И также мы возьмем различные блестки. Такие металлизированные звездочки. И также можно использовать желатиновые шарики. Сейчас я сделаю сразу большую такую баночку. Первое, что мы делаем. Берем пустую банку. И должны туда мы положить вату. Не берите ватные диски. Я уже пробовала. Ничего из этого не получилось. Вату немножечко мы распушиваем. И укладываем хаотично на дно. Теперь я добавлю туда различные блестки. Сейчас куда надо она просыпется, провалится. Пока у нас есть места. Сейчас я добавлю звездочек. Старайтесь, чтобы все блестки у нас попадали больше по краям. Также я хочу добавить шарики. Они постоят, набухнут, увеличатся в размерах. И будут напоминать планеты. Единственное, что цветные шарики могут тоже дать какой-то оттенок цвета. Имейте это в виду. А теперь мне нужно будет залить первый слой воды с краской. Я ее сразу наведу. Тот цвет, который мне будет нужен. Если будет сильно темный, я тут же могу развести водой. И вот так я наливаю. Вижу, что очень темный. Добавляю воды. Не бойтесь экспериментировать. Смотрите, какой вам цвет больше нравится. Можете несколько цветов смешать вместе. Теперь в следующий слой я опять буду добавлять вату. Можно помогать каким-нибудь инструментом. Сильно не притапливаем, потому что вата должна плавать у нас. Теперь я опять буду добавлять различные блестки. Итак, слой за слоем. Кто занимается ногтевым дизайном, тот знает, что есть вот такая слюда. Она более крупная, чем блестки. И переливается, как перламутр. Она тоже здесь очень хорошо будет смотреться. И теперь опять наливаю краситель. Здесь можно немножечко шпажкой поправить расположение ваты. Посмотреть, где находятся наши шарики. Важно, чтобы они не попали посрединке банки в слои ваты. И теперь нужно будет закрыть, чтобы у нас не остался там воздух. Вот такой космос у нас получается. Скоро вырастут планеты. Вот такой вариант. Сейчас будем делать следующую. Сразу скажу, что в эту баночку я добавляла глицерин. Блестки мои не очень-то здесь плавают, потому что ваты много положила. Но шарики желатиновые. Они не увеличились в размерах. Видимо, из-за того, что там глицерин. А вот здесь эти шарики у меня увеличились. Вот такой красивый эффект получается. Сейчас мы сделаем два цвета. Единственное, что в дальнейшем нельзя будет ее сильно переворачивать и трясти, чтобы не смешивались цвета. Принцип работы точно такой же. Сперва вата, блестки различные. А потом заливаем краску. Если узкое горлышко, помогаем себе шпажкой или каким-то любым предметом. Заливаем вот этот красивый цвет. А теперь я добавлю синего цвета. Буду лить аккуратненько. Закрываем. Вот такие космические дали мы можем увидеть. Баночка немножко постоит и цвет все равно посветлеет. Сейчас мы попробуем сделать во флакончике. Вот здесь без шпажки нам не обойтись. Очень узенькое тут горлышко. При работе с флакончиками лучше использовать шприц. Посмотрите, как красиво все получилось. Остается только растопить воск и закрыть отверстие. А крышечку можно посадить на горячий пистолет. И еще у нас есть одна емкость. Здесь я немножко поиграла с цветом. Тоже вот так красиво получается. Как я уже сказала, многоцветные бутылочки лучше не встряхивать, а просто поставить для красоты. Со временем все равно цвет объединится. Но какое-то время они вас порадуют. Сегодня я украшать баночки не буду. Предоставлю это вам пофантазировать. Может быть приклеить какие-то наклейки с детьми на тему космоса. Как-то красиво украсить крышечки. Сегодня мы поиграли немножко с красками. И надеюсь, вы получили только положительные эмоции. Благодарю за просмотр. До новых встреч!